Это прохожено зовут Эльфы-Поли. На первый взгляд это обычные полярные дельфины. Алена Самбрач – профессиональные артисты, за плячем у которых уже три года творческой карьеры и несколько десятков городов, где они побывали с гастролями. Их коллегами по умолной сцене з'являются двое морских котиков и морский лев. По своей природе, это виды живел водятся у таких морах, как Охотская и Чукотская. Родным же домом для их з'является Нижний Новгород, а пляцовкое выступление у немалая частка Европы. Верославный дельфинары Атлантида побывал уже в многих городах и краинах. География гастролев – это Россия, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, арабские краины Утымлику и Катар, куда коллектив отправился по запрошению самой принцессы. Для глядачей этой живелой зорки со светной величины, а увольны от представлений час любимые годованцы своих тренеров. У нас нет такой жесткой дрессуры, как вот иногда думают, что в цирках там убивают или еще что-то, да. Вообще они, конечно, очень все добродушные, уже привыкшие к человеку, они целуемся, мы с ними целуемся, обнимаемся. То есть, ну, как дети, наши дети. По характеру абсолютно разные, в принципе, как и люди. Мальчик, он такой больше как бы тянется к людям, такой поспокойней, скажем так. На контакт как бы идет хорошо. Девочка как бы немножко, ну, ведет себя, как, видите, вот начинает левать, как бы, заигрывая с людьми все время, как бы, ну, привлекает к себе внимание, чтобы ей уделили. У кожной живелы свой темперамент и свои пироваки уезжи. До речи уденью все разом яны съедают коля 100 килограммов рыбы. Рацион подобранный вермистаранно, выгрызтовывается только морская рыба, причем в самой высокой якости. Львы, например, больше любят красную рыбку, морские котики, больше любят кальмарчики, селедочку. То есть, если животному не понравится рыбка, он ей просто выпринято. И придется предложить другую. Своих тренеров яны успремают, как батьков, которые клопотятся про их 24 годины в сутки. Тут для их створены все умовы. Вода, которую наполняют бассейн, мае особливый склад. Подтремливается полная температура. Фильтры працуют круглосуточно. В штате Дельфинары есть навод особный специалист, який что-то дня контролирует якость воды. В программе же выступления акробатичные номеры. Утемлику и небеспечные, за делом одного драпежника морского льва. Наводчах углядают шоу, живелы узнимаются до купола, спевают песни, навод молюют картины. Долучиться до концертной программы часом пропановывают и глядачам. Причем, абы яковыми выступления не покидают ни детей, ни дорослых. Даже для маленьких глядача до трех годов куплять квиток не треба. Для их представлений бесплатные. У Гомеля Дельфинары Атлантида пробудет до 24 липеня у Ключна. Затым протягни свою подорожу по городах Беларуси. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадокампания Гомель.